Но сейчас точнее поговорим о самом рейтинге, кто, зачем и как его составляет. Руководитель пресс-службы Headhunter Урала Анна Осипова с нами на связи. Анна, здравствуйте. Что уж скрывать, в России сегодня множество всяких рейтингов. Одни рождаются, другие быстро исчезают. Но вот рейтинг Headhunter, он ведь долгожитель, лет 10 существует как минимум. На него ссылаются, его цитируют. Почему такой интерес? Ну, рейтинг существует уже даже не 10, а 11 лет. 11, да. И важно, что участие в нем для любого работодателя бесплатно. Получается, что компания, которая регистрируется на участие в этом рейтинге, она, в принципе, уже изначально готова к тому, чтобы не просто узнать какие-то подробности о себе, но еще и готова к тому, чтобы сделать это достоянием общественности. Это значит, что компания уверена в том, что у нее все в порядке, ей есть чем гордиться, ей есть что показать. И, конечно, это, ну, такой важный, важный очень момент, да, в такой справедливости, в репутации рейтинга. Поэтому мы уверены, что даже те компании, которые вышли в рейтинг, но расположились на последних строчках, набрали меньше баллов, они все равно являются лучшими работодателями страны, да, потому что все равно они, ну, оказались, как бы, да, более интересными, чем все остальные. Компания, у которой все плохо с корпоративной культурой, все плохо с работой со своими сотрудниками, да, она, конечно, даже не подумает о том, чтобы заявляться на участие в таком рейтинге. Ну, и еще один такой очень интересный момент. Например, в нынешнем рейтинге в блоке, где голосуются искатели за лучшую компанию, участие приняли 122 тысячи человек, то есть 122 тысячи россиян проголосовали за то, какие компании будут действительно лучшими. Довольно хорошая цифра. Ну, вот критерии внешняя оценка, внутренняя оценка, HR-анкета. В какой пропорции разделены эти критерии и как, самое главное, обеспечивалась честность этой оценки? Да, внешняя оценка, это как раз тот самый опрос соискателей, это 40% от финального балла, который компания получает, еще 40% это внутренняя оценка, то есть это опрос сотрудников компании, и оставшиеся 20% это как раз HR-анкета, которую уже заполняет HR-специалист компании. Если говорить о том, как мы обеспечиваем справедливость и честность такой оценки, начну с внешней оценки. Кажется, нет ничего проще, чем накрутить голоса соискателей, но мы, как IT-компания, умеем бороться с такими вещами. В частности, проголосовать за наиболее привлекательного работодательского искателя могут только под своим логином и паролем на HeadHunter. Если говорить про внутреннюю оценку, то там тоже есть свои тонкости. Как я сказала, обязательно это должно быть определенное количество сотрудников. Например, если это небольшая компания, от 100 до 250 человек, то опрос пройти должны минимум 40% от сотрудников компании. Если столько не набралось, то уже оценка не будет справедливой, и, соответственно, не проходит дальше компания. Ну и если говорить про HR-анкету, то там уже разработана специальная методика, которую создавали наши эксперты и мировые эксперты-консультанты по HR-процессам. Поэтому очень такая большая, серьезная методология. Долго ее рассказывать не буду. Поэтому там, в принципе, исключен тоже субъективный какой-то подход. Вы скажите, Анна, как часто на HR-у появляются вакансии вот этих вот работодательных мечт, о которых мы говорили? Есть ли в вашей базе сегодня открытые вакансии Росатома, Сбера, Сибура? Или все-таки на работу в таких компаниях не через резюме устраиваются, а по связям, по рекомендациям, дядюшки, тетушки, папы? Ну, конечно, все эти вакансии активно размещают, все эти компании активно размещают вакансии на HR-у. И тут важно понимать, что это реально крупнейшие работодатели нашей страны. У них фактически всегда есть открытые вакансии в разных регионах страны. И они есть на нашем сайте. Соискатели совершенно спокойно на эти вакансии могут откликнуться и устроиться на работу в эту компанию. Но, конечно, нужно понимать, что там все-таки резюме должно соответствовать требованиям, которые оказаны в такой вакансии. Вот, Ань, работа в крупной компании, типа, вышеперечисленных, это ведь не всегда сплошное удовольствие, да? Ведь к чему нужно быть готовыми, к каким особенностям, возможно, не всегда приятным и позитивным? Ну, вы знаете, наверное, главное, к чему нужно быть готовым, это к высокому спросу за качество вашей работы. У нас, конечно, любая компания заинтересована в том, чтобы сотрудник на 100% выкладывался в работе. Но не все для этого могут создать условия достойные. Компании, которые попали в рейтинг работодателей, они как раз такие условия создают и о сотрудниках заботятся максимально. Но они и в ответ от сотрудников ждут тоже ответственного, внимательного подхода к своим обязанностям и к такой максимальной вовлеченности в рабочие процессы. Это точно не про прийти, отсидеть 8 часов на работе и уйти, ничего не сделав. Вот тут нужно быть готовым к тому, что реально придется работать. Спасибо. О рейтинге лучших работодателей России мы говорили с руководителем пресс-службы Headhunter Урал Анной Осиповой.